Здравствуйте, друзья! Предлагаю вам подборку из 9 шикарных фильмов 90-х, о которых многие забыли, а зря. Первый фильм – «Власть страха». Криминалист Линкольн Райм, Дензел Вашингтон, оказывается в прикованном постели и уже решает покончить жизнь самоубийством. Однако вскоре в его жизни появляется начинающий полицейский Амелия Донахи, Анжелина Джоли, которая пытается распутать серию страшных преступлений. В этом ей всячески помогает почувствовавший вкус к жизни Линкольн. Второй фильм – «Пробуждение». Фильм основан на реальных событиях, произошедших с невропатологом Оливером Саксом. В больницу к доктору Робин Уильямс поступает дюжина пациентов, которые уже много лет не разговаривают и не двигаются из-за поразившей их эпидемии литургического энцефалита. Врач разрабатывает препарат, который испытывает на пациенте Леонардо. Лекарство оказалось успешным, Леонардо и другие пациенты излечиваются, однако все не так просто, как кажется. Третий фильм – «Девятые врата». Главную роль в мистическом триллере романа «Поланский» сыграл Джонни Депп, который перевоплотился в эксперта по оценке раритетных книжных изданий. Он принимает заказ от коллекционера, поручившего проверить подлинность фолианта 17 века. В книге зашифрована головоломка, разгадав которую, как утверждает предание, можно вызвать на землю самого Люцифера. Четвертый фильм – «Умереть во имя». У Сьюзен Николь Кидман с безупречными внешними данными могла бы сложиться карьера супермоделей. Она одержима мечтой стать телеведущей. Ради этой цели девушка готова пойти на все, даже устранить своего мужа, который мешает ей на пути к славе. За роль в этом фильме Николь Кидман получила награду «Золотой глобус» 1995 года. Пятое место в нашем подборе занимает фильм «Падшая любовь». В Старом Мехико еще остались районы, где солидная компания не открывает своих офисов и куда стараются не заезжать дорогие автомобили. Именно в этих районах отношения между людьми наиболее просты и честны. Здесь нет алчности, а свадьбу празднуют всем кварталом. Именно здесь нет секретов и каждый как на ладони. Молодой парикмахер Абель полюбил красавицу Алму. У этих районов есть два недостатка – нищета и бесперспективность. Чтобы разом покончить и с тем, и с другим, Абель уезжает в США заработать денег на свадьбу. Двух ягодичная разлука оказывается невыносимым испытанием для молодой девушки. И она, вкусив с владельцем публичного дома ярких красок незнакомой красивой жизни, становится высокооплачиваемой проституткой. Абель хочет вернуть возлюбленную, но не может смириться с ее падением. А Алма не может вырваться из сладкого плена своего хозяина. Шестой фильм «Добро пожаловать в кукольный дом». Черная подростковая комедия рассказывает о некрасивой 12-летней девочке Дон, судьбе которой не позавидуешь. После того, как она влюбляется в своего одноклассника, красавчика Стива, ее жизнь становится настоящим кошмаром. При невысоком бюджете эта картина сумела завоевать 90% положительных отзывов от критиков Роттен Томмайт. На седьмом месте устойчиво расположился фильм под названием «Глэн Гори Глэн Рос». «Глэн Гори Глэн Рос» потрясает своим поистине звездным составом. В нем сыграли такие коактеры, как Аль Пачино, Кевин Спейси, Аллик Балдуин. Действия картины, снятые по пьесе Дэвида Мэммета, разворачиваются вокруг агентов по продаже недвижимости. Они ведут активную борьбу за своих клиентов, но их жизни резко меняются после того, как в офис проникли преступники и похитили важные документы. Стоит отметить, что фильм придется по вкусу людям, которые занимаются трейдингом, продажей или переговорами. Переходим к восьмому месту. Фильм под названием «Ричард Третий». Фильм снят по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Действия разворачиваются в 1930-х годах, во времена кризиса британской монархии и популярности идей фашизма. Военный аристократ Ричард превращается в тирана, устранившего законных наследников короны, а также захватившего власть. Однако сможет ли он удержать ее? Последнее место в нашем топе занял фильм под названием «Афера Томаса Крауна». Мультимиллионер Пирс Бростон страдает от скуки и решает самостоятельно организовать похищение из Нью-Йоркского метрополитена в музее картины Моны. За поиск преступника берется следователь Кэтрин Бейнин, которая сразу же поняла, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Друзья, какие фильмы из этой подборки вы еще не смотрели? Обязательно пишите в комментариях. Если подборка оказалась для вас действительно интересной, не пожалейте лайк и подписку. До встречи в следующих видеороликах.